Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы приступаем к чтению книги премудростей Соломоновых, книги ветхозаветной, книги древней, о происхождении которой имеются разночтения среди исследователей, нельзя ее не отнести к духу самого царя Соломона, премудрившего из царей земных, который именует себя и Созидателем Храма Господнего, и Царем над Израилем. Но есть и те мысли в этой книге заключенные, которые соответствуют уже более поздним временам, и жизни иудеев в Александрии, в Египте, там, где уже были знакомы с греческим языком иудеи, и эта книга написана на греческом языке, но очевидно, что иудеям, знакомым и с эллинской культурой, и с теми реалиями Александрии, которые окружали его в те времена, и первый-второй век до Рождества Христова, тоже, несомненно, по свидетельствам исследователей, внесли свои существенные правки и содержание в эту, несомненно, богодухновенную книгу, которая, тем не менее, считается неканонической по причине ее отсутствия на древнееврейском языке. И так может показаться, что сама книга обращена по преимуществу к царям и вождям земных племен и народов. И справедливая эта мысль, но, несомненно, адресат гораздо шире. Конечно же, это прежде всего сами иудеи, те, кто призваны, находясь в Александрии или тем более в местах земли обетованной, хранить то благочестие, которое передано было отцами, и ту премудрость, которую явил Господь в их народе ради ожидания в нем пришествия совершенной премудрости Господа Иисуса Христа. Итак, судьи земли, любите справедливость, а не просто ей следуйте. Было бы смешно и недостойно высокого проповедника сказать «Судьи, судите по-честному, ибо это само по себе является обязанностью судьи, ибо он и не судья вовсе, если от него не исходит правосудие. Но любить справедливость — это нечто большее. Это значит быть готовым и собою пожертвовать ради нее. Это значит исследовать и докапываться до ее содержания со всем расположением сердца своего. «Право мыслите о Господе и в простоте сердца ищите его». Таким образом указывает нам премудрый наставник и на необходимость высокомыслия о Господе. А «высоко» значит «правильно», «справедливо». Как возможно мыслить право о Господе, опираясь на его откровение о самом себе, не по соображениям ума своего, но в соотношении с тем, что сам Бог открывает о себе? И в простоте сердца ищите его. Сложность сердечная, замудренность его страстями стихиями земными не чистота его и является препятствием для нахождения Бога. Потому хочешь обрести Бога, хочешь воспользоваться светом Его в делах правосудия своего, верь откровению Божьему, верь пророчествам о нем и пророком, свидетельствующим его волю и очищая сердце своего, упрощая его жизнь до той светлой и ясной чистоты, в которой пребывают дети. Ибо он обретается неискушающими его и является не неверующим ему. И так надлежит Господа не испытывать, как нечто равное человеку, а надлежит быть просто и ясно по-детски доверяющим ему. Ибо тот, кто противопоставляет свою правду, правде Божьей, кто пытается тягаться с Богом своей мнимой рассудительностью, тот и отдаляется от Него. Но доверяющий Слову Божьему благонадежно обретает и веру, и надежду, и самую любовь ко Господу. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. Другими словами, проявит свое безумство и безрассудство тот, кто сомневается в божественном могуществе и пытается припираться с Ним. «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху». Вот и вновь свидетельствуется нам о двух крыльях, которыми надлежит возлетать на высоту Бога постижения, приобщения к Его мудрости, избавлении души от лукавства и освобождение тела от пленения чувственным страстям. Ибо Святый Дух при мудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. «В злохудожную душу», так говорит церковнославянский язык, «в злохудожную душу не внидит премудрость, ниже обитает в телеси по винном греху». Вот эта связь подлинного просвещения и очищения собственного сердца очевидна для наставника, подающего нам урок жизни. «Ибо Святой Дух при мудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Если ты бесстыден, то не таков Дух. Ему не свойственно обитать там, где воля человека склоняется на зло. И там, где не действует совесть человеческая, там очи Господни, светлейшие тысячи солнц усматривают недостатки, как говорит апостол, и в ангелах, и на солнце имеются пятна. А если ты не попечешься о чистоте собственного сердца, не вооружишься для этого покаянием, то и Святой Дух, как пугливая голубица, отлетит от тебя прочь, ибо Он не может уживаться в тех кровах, где воцарилась неправда. Человека любивый Дух — премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его и истинный зритель сердца Его и слышатель языка Его. Не думай, будто Бог гневлив или неприязнен, или ищет наказать того, кто не угоден Ему. Господь не радуется и о смерти нечестивого, но тем не менее Сам себя отречься не может, и присущая Ему святость неизбежно вразумляет, наставляет тех, кто этой святости не ищет. Почему безнаказанным не останется богохульствующий устами? Потому что у таковаго от избытка сердца уста глаголют, и это злохуление на устах пребывающих отражает его внутреннее повреждение, его несчастное устроение души, при котором нет и не может быть желанного для человека обожения, единения со своим Господом. Бог все видит, и насколько видит Он и слышит то, что произнесено, настолько же является истинным зрителем сердца Его. Это полезно помнить каждому. Не только то, что заметили за нами люди, свидетельствует о нас, хорошо или плохо, не только то, что произведено нами из внутренней клети сердца своего в виде слова или дела, характеризует нас на самое расположение сердца, уже открывает для Бога, куда двигаемся мы. Дух Господа наполняет Вселенную и как всеобъемлющий знает всякое слово. Не думай, будто от Господа может что-либо утаиться. И смысл слова известен сердцеведцу. И что за слова? Смысл каждого слова понятен сердцеведцу. И какие из этих слов мы употребляем для отражения своего состояния, потому так страшно всякое злухуление, всякие потопные глаголы, всякая брань, которая исходит от человека, она есть свидетельство его внутреннего, мрачного, от Бога отчужденного состояния. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минует его обличающий суд. Кто есть, говорящий неправду? Тот, кто допускает диссонанс, несоответствие между тем, что говорит, произносит из чувства приличия или для того, чтобы показаться исправным снаружи и тем, что живет внутри его. Какие внутренние чувства, какие внутренние монологи производят, произносятся в его сердце, как кажется, ни для кого не слышимые. Ты думаешь, что не слышишь, но все, что слышишь ты, даже в глубине сердца своего, слышит и Бог. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут к Господу в обличение беззаконий его. И так, опять тесная связь между мыслями и словами. Испытание помыслов состоит и в том, что они Богу открыты, и в том, что сам человек подтверждает их наличие в себе теми словами, которые представляют нечто единое с его помыслами. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. До ревности любит Дух, живущий в нас. Если бы Бог был к нам равнодушен и к нашему вечному спасению безучастен, тогда и не было бы наказания за то погибельное устроение, которое носят в себе люди. Но Он воистину есть ревнитель и с усердием желает всякому человеку спасения, потому и не избавляет от вразумления и наказания тех, кто не желает пока исправления своего. И ропот не скроется. Говорит преподобный Исаак Сирин, всякий грех простит Господь за одно покаяние, но вот ропотника не простит, пока не накажет. ропот, потому что ропот есть состояние безблагодатное и неблагодарное. Ропот есть пренебрежение всеми дарами Божьими и выставление ему претензий, недовольства своего по причине отсутствия того, что человеку вовсе и не полезно на данном этапе его жизни. И ропотник действительно представляет из себя нечто родственное с сатаной, с противником Божьим, который благодеяние его замечать не хочет, но ставит в вину ему недостаток того, что считает для себя необходимым. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу. За всякое слово празднует, даст человек ответ в день суда. Это мы уже знаем из Нового Завета. И клевета на устах есть не просто колебание воздуха, но отражение своего порабощения клеветником, как именуется сатана. потому она эти клевещущие уста есть смерть для души, убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Хочешь, чтобы долголетен ты был на земле, хочешь, чтобы исправлялись дела твои, поберегись творить дела смерти. Не приближай сам свою смерть. Не от тебя зависит сделать волос белым или черным и увеличить рост свой хотя бы немного, но в твоих силах отодвинуть смерть, в твоих силах, как это кажется, не удивительным для человеческой немощи, не привлекать к себе погибели, а привлечь к себе жизнь, и жизнь земную, следя за тем, чтобы помыслы, слова и дела твои были чисты. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих. Бог не сотворил смерти, но поселил человека между смертностью и бессмертностью в Эдеме сладости, тем, чтобы его собственным произволением было утверждено так или иначе оказаться ему в божественных объятиях в исполнении того предназначения, ради которого он был создан и призван в эту жизнь. Первый путь безпопечительный и наиболее легкий и радостный — сохранить верность Господу и тем обетованиям, которые получил человек в раю, но был путь и непослушания Богу, и в нем есть, тем не менее, Богом установленные средства спасения Самое Боговоплощение и, держась либо того, либо другого пути, человек приходит к цели своей жизни, а иначе действующий хоть в Ветхом Завете и тем более в Новом, отвращающий уши свои от истины и наполняющий жизнь свою противлением Господу, самообречен, самоотчужден, сам себя отсекает от божественной любви, но не Бог сотворил смерть и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия и в мире и все в мире спасительно и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Прекрасные слова, некоторые вглядыватели вслушиваются в звуки, исходящие из глубоких скважин, предполагая, что где-то там на земле царство ада, а некоторые царством ада именуют враждебные республики или сообщества человеческие, нет царства ада на земле, ибо ад это состояние души в вечности, в котором не будет места божественной любви, приятию ее, той личностью, которая при земной жизни вовсе ее, этой благодати не захотела. Все в мире спасительно, говорит премудрый наставник, объединяя все скорби и радости, все житейские приключения и события, исполненные счастья, ликования и непостижимые для нас ужасы земной жизни, все увязывает в одно слово, все в мире спасительно, не говорит, что приятно, но спасительно, устроено так, чтобы в вечности оказаться нам в Божьем мире, в благодати и единении со своим Творцом. Праведность бессмертна, а неправда, грех причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключились с нею, ибо они должны быть ее жребием. Что значит должны быть? Может быть, кто-то предуставлен к вечной погибели, может быть, кто-то обрекает какая-то высшая сила кого-то к неизбежному, трагическому, печальному, безрадостному и безнадежному концу. Вовсе нет. Многократно упоминает богодухновенный наставник, что добровольно избранная праведность приобщает человека к вечной жизни, и если смерть восторжествует над кем, то исключительно по его собственной склонности к неправде. Поэтому соблюди согласие между внутренним твоим, словесным твоим и делами твоими, и в этом согласовании, в этом явлении своего произволения ты явишься победителем смерти. Субтитры